Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа, те, кто сейчас смотрит в записи, в онлайне, пусть вас Бог благословит, пусть Божий мир ваше сердце наполнит. Аллилуйя! Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать, обратиться к тем людям, у которых есть очень большая проблема. Это проблема внутренняя, это проблема вашей совести. У вас, возможно, порочная совесть. Ваша совесть вас мучает, она не дает вам покоя. И она вас, она живая как бы внутри вас и наводит беспорядок. Вы пытаетесь что-то сделать, вы пытаетесь освободиться от мучения. Вы начинаете делать добрые дела только для того, чтобы заглушить этот голос совести, эту боль. Но это не помогает. И вот к таким людям я хочу обратиться и вам сказать, что первое, что вы должны понять, то, что вы сами себе помочь не можете. Первое, что вы должны узнать, услышать, если вы смотрите эту передачу, значит, вы каким-то образом связаны с Богом, с христианством, потому что здесь говорится о Боге. Я проповедую Евангелие. И если вы еще пытаетесь сами себе помочь, вы пытаетесь заплатить деньгами где-то, вы пытаетесь бедному помочь, или вы пытаетесь доброе дело какое-то сделать, но цель вашего доброго дела не то, что вы любите бедных, или каких-то людей, или кому-то вы помогаете. Цель ваша как бы заглушить боль совести. То я вам хочу сказать, единственный метод, как вы можете снять эту боль, это вам нужна кровь Иисуса Христа. Только она может смыть с вас порочную совесть, ту, от которой вы будете мучиться до конца ваших дней, если вы не придете к Иисусу. Это правда. Поэтому вам нужно принять Иисуса Христа, помолиться Ему, и Он своей кровью смоет с вас грязную совесть. Он ее возьмет в себе и даст вам прощение, даст вам чистую совесть. И когда к вам придет чистая совесть, вы почувствуете перемену, вы почувствуете радость, вы почувствуете свободу, вы почувствуете такую легкость, что вы свободны наконец-то. Поэтому призывайте имя Иисуса, кто еще этого не сделал. Пока есть возможность, пока есть этот шанс, используйте его, и вы увидите, насколько, оказывается, все было рядом, насколько все было просто. Помочь вам может только Иисус Христос, омыв вас своей кровью. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Освобождающая истина». Иоанна 8, 32. В Евангелии от Иоанна 8, 32 Иисус сказал. Он говорил к людям, и это записали. Что Он говорил? Он говорил очень большие секреты, и все, что Он говорил, это только в назидание и в пользу нам. Ничего Иисус не говорил просто так. Все, что Он говорил, Он говорил с целью, чтобы помочь людям, наставить их на путь правды. Иисус говорит Иоанна 8, 32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Познайте – это намного больше, чем просто услышите. Познать означает соединиться, вкусить. Пока вы не поели еду, пищу, она не может вам помочь. Вы можете ее видеть, вы можете находиться с ней рядом, вы можете много знать, очень полезной информации об этой пище, которая лежит перед вами. Вы можете все про нее знать, но если вы ее не приняли внутрь себя, вы не стали частью, и она не стала частью вас, она вам не может помочь. Вот истину нужно съесть, ее нужно принять, в нее нужно поверить, ее нужно услышать. И когда вы ее принимаете, приходит свобода в ту сферу, где у вас есть угнетение, и где есть рабство, где есть скованность, связанность. Бог желает нам помочь. Я хочу это особенно адресовать тем людям, которые говорят, что Бог о нас забыл, Бога нету, если бы Бог был, почему я так плохо живу, и так далее. Конечно, мы все люди, мы эгоисты, мы сконцентрированы на себе. И вы знаете что? Бога это не отталкивает от нас, Он дает нам выход из этого. Каким образом? Он дает нам информацию, свое слово, которое может помочь нам выйти из нашей ситуации, если мы эту информацию будем применять. Вот вы покупаете какую-то новую вещь, к ней прилагается информация, как использовать этот продукт, как использовать эту вещь. И если вы следуете инструкциям, то у вас все работает и все включается. Если вы сами пытаетесь наладить, у вас могут быть проблемы. Бог желает нам помочь, но не без нас. Он от нас, от нас требуется сделать определенные шаги. Какие шаги? Вот мы их будем рассматривать сегодня. То есть Иисус сказал, вы познаете истину. То есть Иисус, Он проповедует людям, и Он говорит, что вам нужно узнать определенные знания, вам нужно определенные секреты узнать. И если вы их узнаете, поверите, тогда вы поймете, что то, где вы находитесь, вы можете выйти оттуда. Это как будто вам дадут билет с выходом из вашей проблемы. И вы предъявите на выходе из вашей проблемы, вы предъявите этот билет, и вас выпустят. Какая цель истины? Какая цель у истины? Это изменить наше мышление. Самая большая проблема, с чем сталкивается Бог, сотрудничая с человеком, это мышление. Мышление о ограниченности, мышление о скованности, мышление очень узкое, мышление рабское. И неудивительно. В Библии написано, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Если мы лишены славы Божьей, о чем еще может идти речь? Если люди, лишенные славы, люди, лишенные свободы, конечно, они сидят ограничены. И истина, она послана для того, чтобы с этой территории, где мы были ограничены, вывести нас на свободу. Каким образом? Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна 17, 17. И мы ответим на такой вопрос. Что есть истина? Иисус здесь говорит, молится, «Освети их истину Твоею». Слово Твое есть истина. Иногда мы ищем истину в Гугле, мы ищем в интернете правду, мы ищем кто, как, что, как высказывается, и от того, насколько кто уверенно говорит, тех мы и слушаем. Но это неправда. Здесь написано в Слове Божьем, что только Слово Божье есть истина. Слово живого Бога есть истина. Знаете, Пилат, в 18 главе, буквально в следующей главе, когда Иисуса арестовали, его связали и привели к Пилату, чтобы судить, и он предстал пред царя, пред императора. Ему сказал Пилат, Иоанна 18, 37, «Итак, ты царь иудейский? Ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Пилат сказал ему в следующей стихе, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Когда речь шла об истине, это шла речь о самом Иисусе Христе. И Пилат, разговаривая с истиной, задает вопрос, «Что есть истина?» Представляете, насколько можно быть слепым? Ответ находится рядом. Ответ перед тобой. Склонись перед ним. Нет, гордость мешает. Положение мешает. Погоны не позволяют. Мнение людей не позволяет. Репутация не позволяет. Но вы знаете, что Иисус потерял всякую репутацию, всякие погоны, абсолютно все потерял, будучи в таком состоянии, что ты имеешь. Что? Чтобы приобрести нас, и не только приобрести нас, а угодить своему Отцу. Это была его цель. Иисус отказался от эгоистичной жизни. И в Гефсиманском саду Он это доказал. Он это доказал в пустыне, Он это доказал на небесах, прежде чем родиться на земле. Он это доказал в пустыне, Он отказался от эгоистичных чудес в свою пользу. И Он это доказал в Гефсиманском саду, сказав, не моя воля, но твоя да будет. Почему Он это сделал? Потому что Он твердо верил в истину, что воля Отца для Иисуса лучше, чем Его личная, собственная воля. Потому что Он сказал, я не хочу это делать. Я не хочу идти на крест, я не хочу пить эту чашу, мерзкую чашу мерзости. И если бы Иисус его бы перевесило на свою сторону, на сторону эго, тогда мы увидели бы другую картину совсем. Но Иисус, Он познал истину, и истина сделала Его свободным. Скажите, Иисус сейчас находится в рабстве, в угнетении? Нет. Написано в Библии, что Отец превознес Его выше всякого имени и выше всех, выше всех начальства, любого начальства, любое колено на небесах, любое колено на земле, и любое колено в преисподнее преклонится перед именем Иисуса. Назовите мне хоть еще одну такую личность, перед кем это будет сделано, перед кем преклонятся все, все. Никто не сможет встать и сказать, а я не поклонюсь Иисусу. Отец сделает так, что поклонятся все. Итак, вопрос Пилата был, что есть истина? Но истина это не что. Истина это кто? Истина это даже не прописные страницы в Библии. Истина это сама личность. Если мы хотим взять в Библию, изучить досконально все, применить вот эти принципы в нашей жизни, чтобы прийти к успеху и быть свободными, минуя личность Иисуса Христа и живые отношения с Ним, то мы делаем очень большую ошибку. Мы делаем грубое нарушение. Потому что Иисус говорил фарисеям, вы знаете Слово Божие, вы изучаете, так изучите, потому что все Писание говорит о мне. И вот Он пришел к ним и предстал, и они говорят, а так написано, вот так, а написано вот так. А Он им говорит, где ваши головы, умы, где ваши? Неужели вы не видите, что все Писание? Если бы вы действительно изучали Писание, имели бы этот дух Писания и хорошее отношение с духом Писания, вы бы приняли Меня, вы бы ликовали, вы бы радовались. Иисус говорил, Авраам желал видеть этот день. Многие пророки желали видеть этот день, когда Я буду на земле ходить. И они не могли. Они только в духе могли увидеть некоторые моменты. Я перед вами хожу, вы недооцениваете, вы не то, что недооцениваете, вы пренебрегаете, для вас это ничто не значит. И вот Он стоит перед Пилатом. Скажите, есть ли у Пилата возможность изменить свою жизнь? Есть ли у него возможность освободиться от мнения людей? Есть ли у него возможность получить жизнь вечную? От того, что Он Пилат, от того, что Он правитель, Ему это не дает никакого права в вечности идти в святое место. Никакого права. Просто кто-то подчиненный на земле, кто-то управляющий на земле, но никто не может пойти на небеса без Иисуса Христа. И вот Он стоит в роли судии, перед Иисусом. И Иисус стоит весь израненный, избитый, потому что воины над Ним надругались, избили Его, издевались. И Пилат задает ему вопрос, что есть истина? А истина это не что, а это кто? Истина это живая личность, это живой Бог. Иоанна 14 глава, буквально чуть-чуть до, чуть-чуть перелеснуть назад. 14 глава, 6 стих говорит, Иисус сказал ему, я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ты можешь изучить Писание, ты можешь образование получить духовно, но путь к Отцу, путь на небеса, путь святое место лежит только через Иисуса Христа. Только так, только через Иисуса. И есть одно, один принцип, одно правило, чтобы попасть на небеса, послушайте, я раньше этого не задумывался никогда. Нужно смириться перед Иисусом. Нужно Его признать. Нужно признать необходимость и нужду в Нем. Вот почему многие люди не смогут пойти на небеса. Они не смогут смириться. Они не смогут сказать, что они нуждаются в Нем, что они такие великие грешники. Гордость помешает. Фарисеи, они же не могли, они бы могли, реально могли, теоретически могли бы иметь жизнь вечную, но Иисус им сказал, ваш отец дьявол. И невозможно это никак изменить, потому что вы против Меня идете. Вы ненавидите. вас просто трясет от ненависти ко Мне. Как они могут смириться перед Ним и сказать, это наш Царь, это наш Бог, это наш Господь Иисус Христос. Я нуждаюсь в Нем. Они не могли это сделать так же, как это не может сделать их отец. Вот Иисус и сказал, вы идите Его, потому что дьявол никогда не упадет перед Богом и не будет каяться, просить прощения, умолять Его о помиловании. Дорогие друзья, я хочу сейчас обратиться к вам и сказать, если в вашей жизни есть экономический вопрос, есть такая проблема, в жизни многих людей есть проблема с финансами. Вам нужна истина, и истина сделает вас свободными. Иисус сказал это, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сам Господь в Слове Своем. Каким образом? Каким образом? Когда мы читаем Слово Божье, мы любим Иисуса, поэтому мы относимся к Слову Божьему так же, как бы мы относились, если бы Он стоял перед нами, если Он просит нас что-то сделать, то нам необходимо это сделать. Например, для некоторых нужно принять решение приносить десятину в Дом Божий. Для них это проблема, для них это война. Поэтому истина не может сделать свободными их, она не может, потому что они не могут подчиниться Слову Бога. Написано, что сам Бог говорит, принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, позаботьтесь о моем доме. И дальше Бог говорит, не открою ли я отверстий небесных, не залью ли я на вас благословения до избытка. Мы хотим решения экономического вопроса, не подчиняя Слову Божьему. Так не бывает. Истина освобождает нас. Если мы служим финансами в дом Божий, если мы покрываем расходы, если мы жертвуем, мы благословляем, Бог обязательно позаботится о нас. Мы видим это в Писании, когда женщина принесла две лепты, положила в сокровищницу, и это было последнее, что у нее было, Иисус заметил это. И он сказал, что она больше всех положила, и она будет благословлена. Если Иисус заметил, а Иисус всегда учил, что нельзя проходить мимо нужды, и притча о добром самарянине именно об этом и говорит. И если Иисус и является этим добрым самарянином, то как он мог пройти мимо этой вдовы? Конечно же, он не прошел мимо нее, и он позаботился о ней. Но ее мотив какой был? Ее мотив был послушание Слову Бога. Итак, истина имеет силу в нашей жизни, если мы покоряемся ей. Слово Божие, мы должны покоряться Ему. Иисус в лодке, когда была буря, Он встал в лодке и сказал ветру и волнам. Утих не перестань. Моментально сделалась тишина. И от этого ученики, которые находились в лодке, пришли в ужас. Оказывается, что Он говорит с природой, и природа его слушается. Бог запретил львам есть Даниила. Львы слушаются, а человек не слушается. Многие верующие не слушаются. Они говорят, я так мало получаю, я такой, мне так трудно, мне не хватит. Подождите, что вам не хватит? Вы в кого верите? Вы верите в ограниченного Бога, наверное, и, конечно, вам не хватит. Если вы верите в Бога, который израильский народ вывел из Египта и мог в течение сорока лет питать, то Он позаботится и о вас. Он просто нуждается в проявлении вашей веры. если вы слышите это Слово Божие, а это истина, то принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме вам была пища. И если вы этого не делаете, вы обкрадываете. А если вы еще и выкручиваетесь, вы усугубляете свое положение. Поймите, в Доме Божьем пища придет и восполнится с других ресурсов, с других источников. Но дело идет о вас, что вас Бог хочет благословить. И в этом месте не то, что Бог выкачивает, Он хочет благословить и открыть окна небесные. Представляете, что если над вами открылось окно небесное, оттуда будет литься и никогда не закончится. Даже если оно будет литься десятки лет благословения, они никогда не закончатся, они будут литься, 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 литься и литься. Как у женщины, которой пророк сказал, иди попроси у соседей своих посуды разной, тазиков, кувшинчиков. И он сказал, помолился и говорит, наливай во все. И она лила из кувшинчика, и она оттуда лила, как будто, знаете, какую-то шахту нашла, нефтяную шахту. Вот столько было там масла, столько было елея, оно не заканчивалось. Оно закончилось только по одной причине, что не было больше посуды. Может быть, ей надо было сделать какую-то яму вырыть, положить какой-нибудь целлофан туда, или хотя бы туда бы лила, и все заполнило бы. Если бы она сказала бы, в Израиле все принесите посуду, весь Израиль принес бы посуду, вся посуда была бы заполнена. Итак, если в вашей жизни есть экономический вопрос, вам нужна истина, вам нужно послушать, что Бог вам дает выход, и она придет, эта свобода, вам нужно подчиниться, коленочки нужно поднять, опустить, знаете, вам нужно принять это Слово Божье, смириться. Вот почему многие люди останутся стоять прямо, гордые, пойдут в погибель. Они не хотят принять то, что Иисус говорит. Если в вашей жизни есть вопрос, такой, например, вопрос. Я затрагиваю только такие, знаете, реальные нужды людей. Это то, что беспокоит очень многих. Например, у вас есть вопрос со здоровьем, и вам нужна свобода. Как той женщине, которая страдала кровотечением, как тому слепому, который сидел возле дороги, как те прокаженные, которые не могли прийти даже в город, побыть в городе. Они должны были идти и кричать нечист, нечист, расходитесь все, мы идем. И все там камнями кидали в них, не приближайтесь к нам. Что делать, если у вас есть проблема со здоровьем? Первое, конечно, вы хотите решить эту ситуацию, эту сферу сами. И получается так, что вы ее пытаетесь решить, вы рассчитываете на свои средства, вы пытаетесь заплатить деньги, сходить ко врачам, если не помогло у врачей, сходить более к лучшим врачам, более лучшую страну поехать, чтобы там решили. И вы видите, что вам не помогает. Вы знаете, что можно прямо идти к Господу, и Он вам точно поможет. Например, что мне делать? Проповедь называется «Освобождающая истина». Вроде бы, что за название? Но истина, которую вы услышите, поверите в нее, смиритесь перед ней, будете употреблять ее в своей жизни, Слово Божие, оно обязательно освободит вас от той скованности, от той проблемы, которая вас угнетает. Итак, вопрос здоровья. У меня есть болезнь, допустим, и мне никак не исцелиться, мне никак не освободиться. Послушайте, только что мы читали, что Слово Твое есть истина. Если написано ранами Иисуса Христа мы исцелились, тогда мы должны в это верить, и истина, вот именно Слово Божье, откровение, оно даст нам свободу. Для чего Иисус был помазан? Для того, чтобы исцелять больных. Одна из функций помазания, сила Святого Духа, когда сошла на Иисуса, это была одна из его функций исцелять больных, и это он делал от начала своего служения до самого конца своего служения, когда он просто приклеил ухо рабу первосвященника. Петр отсек ему ухо отлетело, Иисус поднял это ухо, приклеил ему, ну как приклеил, приставил, исцелил, и у него ухо нормально пришло таким, каким было. Кровь вытер, и все, и нормально, ни шрама, ничего. То есть Иисус исцелял от начала своего служения до конца своего служения. Это одна из функций помазания. Если вам нужно исцеление, вам нужно знать, что о вашем исцелении говорит Слово Божье, потому что Слово Божье это истина. Есть другая правда, это диагноз врача, это тоже, вам тоже кажется, что это истина. Но я вам скажу, Слово Божье сильнее диагноза врача. Да, мы можем встретиться с двумя реальностями. Одна реальность мне говорит, вот медицинское заключение, я болен. А вот другое заключение моего Господа Иисуса Христа, что Он висел на кресте, чтобы меня исцелить. Вот что я приму? Две реальности, две истины. Я во что поверю? И вот если я поверю Иисусу Христу, то истина, вот это Слово Божие, которое говорит обо мне, если я в это поверю, на самом деле пропитаюсь этим, просто буду насыщен этим, поверю и буду исповедовать, обязательно произойдет исцеление, потому что болезни не будет места. Вы знаете, как бактериям не будет, нету места, когда, например, там, в морозилке, да, лежит мясо, оно же не разлагается, просто нету возможности. Поэтому многим верующим я сегодня обращаюсь, кто сейчас в фейсбуке, я вас благословляю, вас немного, но вы все равно слушаете, и где-то за границей, скорее всего, вам нужна освобода от ваших мотивов. И мне нужна свобода, потому что на самом деле, когда приходит свет, только тогда видна тьма, кусочки тьмы, пыль, грязь, вот тогда видна. Поэтому пусть Иисус светит на наших сердцах, и если в нас есть грязные какие-то мотивы, мы преследуем какую-то свою выгоду, какую-то корость, то и истина должна нас освободить. Мы должны понять, что Слово Божье об этом тоже говорит, об этом мало кто проповедует. Но Анания и Сафира умерли именно из-за нечистых мотивов. Из-за нечистых мотивов многие служители, помазанные служители, на которых мы сегодня смотрим с открытым ртом, они будут осуждены. Я не радуюсь этому, мне печально. Слово Божье поэтому нужно, чтобы пришло в нашей жизни. И если в вашей жизни нету ничего великого, в вашей жизни не происходит фейерверков и парадов и того, что вы себе нарисовали в голове, но в вашей жизни есть личность Иисус Христос, вы даже не понимаете и не осознаете, что какой вы счастливый человек, какой вы богатый человек, какой вы хороший человек, потому что Он через вас будет воплощаться. Он через вас. Оно будет идти через вас благословение. Давайте мы помолимся. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.